До декабря прошлого года граждане должны были заплатить транспортный и земельный налог, а также налог на имущество. Тем, кто этого не сделал, в январе налоговики начали рассылать напоминания, требования погасить долги по налогам. Затем последуют меры принудительного взыскания. При отсутствии денежных средств на счетах налогополотенщика направляется на взыскание судебный акт службы судебных приставов. В рамках исполнительного производства судебный пристав-исполнитель может взыскать денежные средства с банковских счетов должника, взыскать задолженность через работодателя, арестовать или изъять имущество. Если сумма долга превышает 10 тысяч рублей, судебный пристав-исполнитель может ограничить выезд должника с пределы Российской Федерации. Получить информацию о наличии задолженности можно в инспекции и в любом многофункциональном центре, на портале госуслуги и в личном кабинете налогоплательщика и на сайте ФНС России. Юлии Кошелевой по почте пришло налоговое уведомление, долг по которому она уже заплатила. Женщина решила лично обратиться в ИФНС номер 23 на улице Краснодонской, 70, чтобы во всем разобраться и заодно восстановить пароль к личному кабинету. Мы набили пароль для входа в личный кабинет, записали его, я у себя его отложила, записала в телефон, поэтому теперь я его не потеряю, буду помнить и пользоваться. Пользование личным кабинетом намного упрощает жизнь налогоплательщиков. Почему? Потому что это удобно и экономит время. Сотрудники инспекции очень четко все сделали, мне подсказали, я очень довольна. Специалисты налоговой службы отмечают, что количество должников в Самарской области сокращается. С каждым годом граждане стали ответственнее относиться к оплате налогов. Елена Чернявская, Григорий Плешаков. События. Субтитры создавал DimaTorzok